Здравствуйте! Вы смотрите итоги дня информационного портала Управда.ру в студии Дарья Сударева. Смотрите сегодня в программе. Чудеса природы, зимние горки, летом новые туалеты. Ульяновские парки готовы к открытию. Работа на любой вкус. В Ульяновске прошел единый день профориентации. От пожаров до катастроф ульяновские спасатели отметили 370-летие пожарной охраны. Цена растет. Стоимость проездных в электротранспорте подорожает с 1 мая. Их профессия опасна и трудна. Российской пожарной охране исполнилось 370 лет. В Ульяновской области годовщину отметили на Соборной площади. Как это было, расскажет наш корреспондент Рината Алиулова. История российской пожарной службы начинается с 1649 года, когда царь Алексей Михайлович сдал наказ о городском благочине, где подробным образом описывался порядок тушения пожаров в Москве. Первые профессиональные пожарно-спасательные службы появились при Петре I. Тогда император дал поручение беречь от огня богатство государства российского. Приказ действует до сих пор. 30 апреля 2019 года исполнилось 370 лет пожарной охране России. С размахом юбилея отметили на Соборной площади в Ульяновске. С профессиональным праздником пожарных поздравили представители духовенства. Ваша работа действительно нашими жителями оценивается на 5, а то и выше, потому что не так уж много очагов порой возникают на нашей земле, но вы оперативно приезжаете и ликвидируете тот или иной очаг. И сколько благодарности, наверное, мы получаем от жителей, у которых вы спасли не только жилище, но и спасли жизнь. Праздничное событие открыл торжественный парад личного состава Ульяновского пожарно-спасательного гарнизона. Следом по главной городской площади проехался парад современной пожарной техники. Помимо привычных красных машин в автоколонии присутствовали пожарно-спасательные мотоциклы и мотовездеход. Чтобы наглядно показать, насколько профессии, опасные труда на Соборной площади пожарной развернули серию мастер-классов. На этих кадрах спасатели проводят аварийно-спасательные работы на высоте. При операции используют подъемник и специальное устройство, куб жизни и альпинистское снаряжение. А это смоделированная чрезвычайная ситуация на автомобиле. Спасатели по всем правилам должны оперативно и без вреда здоровью вытащить пострадавших при ДТП из машины, а следом ликвидировать пожар. Владимир Немухов полковник в отставке. Но несмотря на это продолжает служить делу всей жизни. 60-летний мужчина возглавляет 16-ю пожарную часть в Ульяновске. Встать в один ряд со спасателями решил еще в детстве. Владимир Васильевич признается, что за все 40 лет работы труднее всего всегда давались операции в подвалах и замкнутых помещениях. По мнению ветерана профессии пожарными не рождаются, ими становятся. Ну а в их семье желание быть пожарным передалось по наследству. Оба сына Владимира пошли по стопам отца. Профессии должны быть всегда сильные, выносливые и с моральными качествами. Потому что на пожарах можно увидеть очень страшное и больное. Но человек должен справляться с эмоциями и выполнять свой долг. Параллельно на Эспланаде для жителей и гостей города работали тематические площадки, где каждый желающий мог еще лучше познакомиться с профессией виновницы торжества. Ринат Алиулова, Александр Кудряшов, новости Ульяновской правды. В Ульяновске подорожают проездные в трамваях и троллейбусах. Решение об увеличении стоимости проездных на электротранспорте было принято 28 марта и зафиксировано в постановлении городской администрации об установлении тарифов на услуги. Так, с 1 мая льготные карты для школьников, учащихся ПТУ и лицеев, будут стоить 400 рублей. Студентам дневной формы обучения и учащимся СУЗов придется выложить за проездной 600 рублей. Стандартная транспортная карта за месяц ульяновцам обойдется в 1000 рублей, а на полмесяца – 500 рублей. Представители 30 компаний съехались в областной дворец творчества детей и молодежи, чтобы помочь ульяновцам сделать карьеру. Что такое WorkLiner 73 и зачем профориентировать родителей, школьников и студентов, расскажет Виктория Черкова. Будущее начинается сегодня. Это не просто громкий лозунг, а название единого дня профориентации, состоявшейся накануне. Мероприятие организовано для тех, кто ищет работу и хочет определиться с профессией. Площадки расположились в областном дворце творчества детей и молодежи. На втором этаже выстроился WorkLiner 73 – линия из 30 компаний, ожидающих новых сотрудников. По словам организаторов, на ярмарке и вакансии возможно устроиться на работу, не имея опыта и внушительного резюме. То есть это не те работодатели, которые говорят, нужен работник 25 лет с 20-летним стажем при этом. Нет, здесь сегодня совсем другой формат работодателей. Это те, которые не боятся брать без опыта, те, кто не боятся в молодежь вкладываться. Салоны связи, IT-компании и парки экстремальных развлечений расположились на ярмарке молодых специалистов. В экспозиции были представлены и гастрономические предложения. Елена Ольховская набирала новую команду в сеть ресторанов японской кухни. Нам требуются повара, нам требуются официанты, менеджеры, молодые люди, которые готовы развиваться вместе с нами. Будущей медсестре Татьяне повезло прямо во время ярмарки. Ей без долгих собеседований и ожиданий звонков удалось устроиться инструктором в парк развлечений. Найти навыки, найти себя, найти ту работу, которая тебе понравится. Я подобрала инструктора для защиты, когда будет проходить голосу препятствий. На первом этаже ульянские учебные заведения устроили мастер-классы. Студенты техникума питания учили гостей делать пирожные, а парикмахеры заплетали замысловатые косы. Профессиональный педагогический колледж порадовал гостей розами из металла. Мы обычно берем тонкий металл и черчим вот с этим штангенциркулем и отмечаем, потом режем. И получается такой красивый вот роза. Профессиональная ярмарка завершилась родительским собранием. Члены правительства и организаторы рассказали взрослой аудитории о рынке труда и экономических трендах. Также родительской общественности напомнили о самом главном – о необходимости поддерживать профессиональное рвение своих детей. Виктория Черкова, Юрий Ломатов, новости Ульяновской правды. Для ульяновских земледельцев продолжается горячая пора. Весенние полевые работы в разгаре. К концу подходит процедура баранования и удобрения о зимых. Хозяйства постепенно начинают сев яровых культур. С утра пораньше на полях Ульяновской области уже кипит работа. Работают тракторы и сейлки. В хозяйствах продолжаются весенние полевые работы. По сообщениям Министерства агропромышленного комплекса, работа идет в плановом режиме. Большинство районов уже завершили подкормку о зимых и приступили к севу. Мы приступили к весенней полевой кампании. В этом году на две недели раньше по сравнению с прошлым годом. Это благодаря агрометеорологическим условиям. На сегодняшний день все муниципальные образования приступили к весенней полевой кампании. По состоянию на 30 апреля сев яровых зерновых и зернобобовых культур выполнен на площади 174 тысячи гектаров или 52% от плана. Больше всего опасений у профильного ведомства вызывает сев в Старомаинском, Теренгульском и Старокулаткинском районах. Вопрос посева в муниципалитетах взят на контроль областного правительства. В этом году удалось обновить парк сельскохозяйственной техники, задействанный в поле. Удобрения закуплены в нужном количестве. Кроме того, на контроле состояния озимых культур посева находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии на площади более 90%. Несмотря на то, что синоптики прогнозируют не самую весеннюю погоду на 1 мая, городские парки приглашают всех в гости. Уже завтра на открытых площадках официально стартует парковый сезон. Несмотря на то, что синоптики прогнозируют не самую весеннюю погоду на 1 мая, городские парки приглашают всех жителей в гости. Уже завтра на открытых городских площадках официально стартует парковый сезон. Всего в областном центре работают 8 парков. Это Виновская роща, Молодежный, Победа, Семья, Прибрежный, 40 лет ВЛКСМ, Владимирский сад и детский парк имени Матросова. И в каждом из них запланирована обширная развлекательная программа и проведено благоустройство. В Виновской рощи к новому сезону подошли основательно. В мае на территории парка откроются несколько новых аттракционов. Кроме каруселей, для детей обустроили и горку, которая предназначается для катания на сноутюбах зимой. Горку адаптировали под теплое время года, но прокатиться можно будет на тех же плюшках. Также руководство парка готовит к открытию новую уникальную площадку «Чудеса природы». К нам приходят экспонаты в новый парк, который будет называться «Чудеса природы». Там будут уникальные экспонаты в величину, превышающие гораздо реальные размеры. Параллельно с работой парка на территории начнется строительство фонтана и реконструкция входной группы. В парках на другом конце города также кипит жизнь. Территория Прибрежного преобразилась до неузнаваемости. Установлена новая входная группа, две бесплатных детских площадки и 10 новых аттракционов. Мы сейчас подвели водоснабжение в парк, у нас работают три новых современных туалета, у нас готовы дополнительные дорожки, лавки, скамейки, урны. Завтра в Прибрежном пройдет мини-фестиваль детских театральных коллективов и концерт, посвященный Дню весны и труда. В других парках также будет интересно. Пройдут танцевальные марафоны, спортивные конкурсы, мастер-классы и выставки. Сезон фонтанов в Ульяновске стартует 4 мая. Торжественная церемония открытия сезона состоится в 12.00 запуском света музыкального фонтана на площади Ленина. С этого же дня свою работу начнут фонтаны на бульваре Новый Венец, в парках Владимирский сад и имени Матросова, в скверах экран и имени Яковлева, на площади возле ДК Современник, а также фонтан-памятник Симбирский водовоз. Шесть плавучих фонтанов уже перемещены в акваторию реки Свияги, закреплены и подключены к электроэнергии. Три из них будет располагаться возле торгового центра «Аквамол», два напротив Улгу и один у автомеханического техникума. В преддверии 74-й годовщины со дня победы в Великой Отечественной войне в музее Ульяновского автомобильного завода для школьников состоялся урок мужества. Ребята ознакомились с экспонатами, а с помощью полевой связи воссоздали атмосферу военных будней. Александр Григорьевич Гулягин 36 лет своей жизни отдал Ульяновскому автомобильному заводу. Первые годы своей жизни он провел в блокадном Ленинграде. В 1942-м потерял родителей, попал в детдом, откуда его еще несколько ребят увезли в Корсун. Годом спустя мальчика усыновили. Семь классов в школе, учеба в радиотехническом, а ныне автомеханическом техникуме, незаконченная выше в Ленинграде смерть приемного отца, сменились службы в армии, заочным образованием и трудоустройством на УАЗ. На заводе Александр Григорьевич встретил свою любовь, с которой вместе живет вот уже 56 лет. Работал сначала наводчиком, потом технологом. В 1968 году я закончил институт и решил поехать на стройку Волжского автомобильного завода в Тольятти. Да, три года я там проработал, строил завод, принимал первые штампованные детали. Мне посчастливилось поехать на стажировку и на учебу в Италию на ФИАТ. Сегодня ветеран войны часто приходит на родной завод, заходит в любимую библиотеку, рассказывает о годах на предприятии и делится личными историями с молодым поколением. Когда я встречаюсь с ребятами, с ребятами, не с девчатами, а с ребятами, я всем ребятам советую обязательно послужить в армии, обязательно. Я сам с охоткой с удовольствием пошел служить, хотя и был перед армией уже в очках. А тогда я с удовольствием шел, три года служил и не сожалею об этом. Встреча с ветераном Ульяновского автомобильного завода состоялась накануне. Для учащихся 52-й школы на УАЗе провели урок мужества. Ребят познакомили с экспонатами музея предприятия, от самых современных до первых образцов автомобилей. Центральной фигурой стал грузовик ЗИС-5В. Трехтонку выпускали на заводе с 1942 по 1943 года. За это время с конвейера предприятия сошло больше 7 тысяч таких экземпляров. Музейный экспонат восстановили к 45-летию УАЗа в 1986 году. Сейчас автомобиль – главное украшение парадов на 9 мая. Это уникальная будет встреча. Это диалог поколений в первую очередь. Здесь собрались и наши ветераны Ульяновского автомобильного завода, завода «Дети войны» и, конечно, младшее поколение. Это представители нашего совета молодежи и школьники, учащиеся 52-й школы. На встрече ребятам показали фотографии вайных лет. Школьники могли ознакомиться с полевыми письмами и опробовать возможности полевой связи. Но больше всего дети проявляли интерес, общаясь с ветеранами. В наше время дети не осознают, насколько было тогда тяжелое время. И я думаю, что надо побольше встречаться с ветеранами, чтобы узнать, какое было тогда время, что происходило. И насколько страшна была Великая Отечественная война. Экскурсии ветераны для школьников на УАЗе проходят каждый месяц. Только за прошедший год предприятие посетили больше пяти тысяч мальчишек и девчонок. Все для фронта, все для победы. Ура! 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 Рината Люлова, Александр Кудряшов. Новости Ульяновской правды. Это все новости на сегодня. Информационная служба Улправда ТВ поздравляет ульяновцев с днем весны и труда. Хороших выходных! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова